Угол зрения с Алексеем Мартыновым В БРИКС начали пять новых членов, БРИКС удвоился, присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Саудовская Аравия. Правда, западные СМИ утверждают, что саудиты пока еще рассматривают предложение стать членом группы. Якобы окончательное решение не принято, но Россия ориентируется на договоренность о членстве рядов БРИКС. Считаем, что полноценное сотрудничество с БРИКС и Саудовской Аравией есть. И по мнению некоторых экспертов, тоже политологов, разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке, а мы видим все больше негативных сигналов оттуда, вот этот конфликт может дать новый стимул БРИКС. И первый, да, второй тезис, что именно БРИКС станет могильщиком нефтедоллара. Согласны с этим утверждением? Ну, это вопрос дискуссионный, кто станет могильщиком, да, или их будет несколько, да, как в свое время, знаете, кто-то из коллег-историков специально заморочился и провел такое небольшое исследование по поводу мемуаристики, там, первых большевиков, да, из, так сказать, еще тех 20-х годов. И там выяснилось, что знаменитое ленинское бревно несли 20 с чем-то человек, да? Все, да, все написали в своих мемуарах, что я вместе с Лениным на субботнике это бревно. Я вот буквально вот подхватил и понес, понимаете? Вот, и это приблизительно, мне кажется, такая же история в духе того, кто станет могильщиком. Главное, что, так сказать, доллар будет в могиле, а кто будет претендовать на лавры могильщика, это, мне кажется, непринципиально. Вот, напомню, что в этом году Россия приняла, приняла или принимает председательство в БРИКС, и это вот первое мероприятие уже в рамках российского председательства. Это такие министерские встречи, министерские встречи, консультации. Девиз российского года в БРИКС это укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Обратите внимание, слово глобальное фигурирует, глобальное развитие. Вообще, я давно говорю, в наших эфирах в том числе, я вот, например, ничего плохого не вижу в слове глобальный или глобализм. Другое дело, что некоторые, не будем показывать пальцем, постарались натянуть, и где-то им даже удалось натянуть на себя роль, так сказать, руководителя процесса глобализма или глобальных каких-то процессов, и использовать это в своих собственных интересах. Так вот, такой глобализм точно нам и никому не нужен имени Вашингтона, под руководством Вашингтона. А глобальные отношения, глобальное развитие, какие-то глобальная повестка тех или иных отраслей, например, Ну, мне кажется, это вполне себе имеющее право на существование вещь. То есть, в любом случае, многие процессы, когда они локализованы там в пределах границ каких-то государств или сообществ государств, они развиваются и реализуются не так ярко, не так ярко раскрываются, как это можно было бы делать всем вместе. Ну, то есть, глобально это значит всем вместе. То есть, равноправно, справедливо. Справедливо, да. Понимаете, вот справедливое глобальное развитие, это как раз про то, что, о чем, собственно, Россия говорит уже много лет, да. То есть, вот эта формула Путина, справедливость для всех, формула Запада или формула США, это справедливость для избранных, то есть, для золотого миллиарда пресловутого, а дальше или все остальные, это либо еда, либо ресурс, который нужно высасывать, выкачивать жизнь из всех остальных для того, чтобы вот обеспечивать вот этот вот золотой миллиард. Нет, а мы говорим о том, что давайте справедливость для всех. И эта формула, эта мысль, эта идея широко и горячо поддерживается не только глобальным югом, но и всеми нормальными людьми во всех странах. И, кстати сказать, в тех же западных странах достаточное количество здравомыслящих нормальных людей. Просто они не на первых, что называется, ролях находятся. Вот. И, безусловно, за таким подходом будущее и то, что к БРИКС желают, уже присоединяются и желают присоединиться еще в многие страны мира, тому яркую иллюстрацию. И вот то, что, скажем, пишут британские газеты о том, что еще вопрос не решен саудитами и вообще, то есть это явно указывает на то, что их это глубоко задевает вообще для логики, ну, в общем-то, не секрет же, что вся эта вот идея золотого миллиарда или вот логика такого неоколониализма, когда вот здесь у нас на острове должно быть все благополучно, а это благополучие обеспечивается ограблением там полмира, да, в виде колоний. Но это же чисто англосаксонская, британская логика. А для них всегда страны Ближнего Востока и Азии были вот этими вот кормушками, да, если можно сказать. А тут, представляешь, из-под носа все уходит. Конечно, они бесятся. Естественно, для них это совершенно невероятно невозможная вещь. При том, что ведь в отличие от англосаксов, никто не заставляет эти страны и не выкручивает им руки. Я имею в виду, из Москвы им никто же не выкручивает. Там, не знаю, министр Лавров их сегодня, значит, вот, ну, в смысле, собирает, не сегодня, а завтра. И вот он будет им, значит, что-то такое, что-то у них там вымогать или заставлять. Да нет, конечно, все наоборот. Все наоборот, они сами стремятся и понимают. И самое интересное, что пока это было произнесено только риторически, да, это было, к этому проявляли интерес, но, такой осторожный интерес. Но как только Запад перешел к практике, к практике давления, к попытке разорения, к попытке изоляции России, втягивания в конфликты и так далее, да, и как, собственно, нам удалось компетентно и оперативно, отвечая на эти вызовы, перестроить некоторые системы управления, оптимизировать экономические механизмы, еще раз показать рост по 23-му году, прошедшему там почти в 4%, при том, что у тех же ведущих европейских экономик отрицательные значения. Ну, то есть результат на лице, и, собственно, Россия не только так вот теоретически на словах, но и практически на деле показала, что это возможно, возможно противостоять, возможно отстаивать свою правоту, ну и, соответственно, сразу же, так сказать, к практике перешли и многие остальные. Весь этот осторожный интерес стал конвертироваться в практические действия. Сегодня мы видим, как это происходит уже у нас на глазах практически. Ну, и мы видим другие течения, которые западные СМИ стараются не замечать. Да, вот мы говорим о расширении БРИКС, о начале полноценной работы, с другой стороны разваливается подконтрольная Франция экономическое объединение ЭКОВАЗ, с этой стороны Западной Африки. Сегодня вот Нигер, Мали, Буркина, Фасо сказали, что мы немедленно покидаем это объединение, то есть растущая изоляция некогда сильной в этом регионе, некогда сильного Парижа и растущее влияние в том числе этого региона, естественно, России. Ну да, и фактически все выходящие из-под французской опеки начинают активно развивать и углублять отношения с Россией, но не только с Россией двухсторонней, но и в рамках вот этих интеграционных проектов, типа БРИКСа или там Евразвес. Вот это же тоже факт. Совершенно верно. Четверг, 1 февраля, это не только начало високосного месяца, в этот день в Брюсселе пройдет внеочередной саммит Евросоюза, на котором один из главных вопросов будет решаться – это согласование финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Этот пакет блокирует Венгрия, как и транш военной помощи на 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира, который тоже завис. Мы видим, как Венгрию уговаривают, шантажируют, пугают экономическим коллапсом. В общем, демократическая Европа в лице Евросоюза делает все, чтобы таким образом уломать Венгрию, ну или, по крайней мере, отстранить ее от ускоренного принятия выделения денег Киеву. Ну да, действительно сложно у них получается, вернее, не просто им справиться с Орбаном, но надо сказать, что Урсула фон дер Ляйен, небезызвестная дамочка еврокомиссарша, вот, она же буквально в первых числах вот этого года, в январе, после новогодних праздников, как раз сделал заявление о том, что разработан некий механизм внутри Европейской комиссии, который, возможно, позволит без особого мнения некоторых стран, ну, она здесь имела в виду в первую очередь Венгрию, принимать те или иные важные решения, которые, значит, необходимы для всей Еврокомиссии, ну, или, там, для всего Евросоюза, ну, намекая, опять же, вот, на эту историю с выделением Украине 50 миллиардов евро, напомню, на 24-27 годы, это три года. Вот, насколько я себе представляю, и почему они так очень хотят это сделать, судя по всему, и так же, кстати, как и Британия, уже устами премьер-министра Сунака соответствующие какие-то там деньги тоже ассигновала на ближайшие три года. Дело в том, что все, что Украина экстренно получала в течение, по крайней мере, вот, первого года специальной военной операции, я имею в виду, бегом-бегом, давай-давай, и особо никто не препятствовал со стороны, там, европейских стран, Соединенных Штатов, и все это оформлялось так или иначе, как финансовое или кредитное обязательство Украины перед этими странами, понимаешь? Вот, а сейчас наступает период, когда эти кредиты нужно обслуживать, а обслуживать эти кредиты украинцам просто нечем, просто нечем, и, судя по всему, вот эти вот ассигнования, большая их часть, ну, по крайней мере, финансовая их часть, пойдет как раз на обслуживание этих кредитов, которые Украина получила, ну, в виде этих поставок, в виде, там, оружия, в виде имущества, в виде денег и так далее. Вот, поэтому они, конечно, очень торопятся, им это очень, ну, понимаешь, да, то есть в банке не может быть дыры, и это может привести, кстати, к серьезному уже финансовому кризису в самой Европе, а зачем им это надо? И без того все очень-то, не очень-то хорошо, да, на сегодняшний день. Мы уже говорили в первой части программы, в результате этих антироссийских глупостей ведущие экономики Европы откатились, там, к 90-м, показателям 90-х, конца 90-х, начала нулевых. И это, между прочим, их статистика открытая. Кто сомневается в моих словах, может погуглить, посмотреть. Рекомендую очень такую наглядную и понятную инфографику от Блумберга. Посмотрите, прям очень все четко и красиво, и, понятно, даже не специалисту, экономисту. Вот. И, конечно, им нужно бы все это дело как-то хотя бы перекрыть подобным образом, чтобы дальше не загонять в кризисную историю. Но, судя по тому, как вообще ситуация развивается вокруг Украины, на самой Украине, внутри украинского политического класса, то явно все это оптимизма не добавляет. Ну, вот, европейские газеты уже открыто пишут о том, что если, значит, финансирование будет закрыто из США и Евросоюза, Украина рискует обанкротиться к марту 24-го года. Ну, слушайте, я предполагаю, что Украина давно уже банкрот. Другое дело, что вот за счет этих интервенций, в том числе финансовых, ну, они как-то делают, делают, сохраняют видимость, сохраняют видимость того, что они, что Украина еще как, там, государство или как экономика существует. Ну, на самом деле, мне кажется, там уже давно все в банкротном состоянии, но тем не менее. Посмотрим, это интересная такая реперная точка в развитии сюжета, поэтому я рекомендую смотреть четверг, первого февраля за новостями из Брюсселя. Ну, вообще, еврочиновники очень такую шаткую конструкцию выстраивают. Стул собирают для Зеленского, чтобы его вот хоть как-то усадить, чтобы он не рухнул окончательно. С одной стороны, мы видим, ну, некое, да, показное единство еврочиновников. С другой стороны, другие кукловоды в Вашингтоне, там полный раздрай. И до сих пор и республиканцы, и демократы по помощи, по новому пакету помощи Украине так и не договорились в ближайшей перспективе в обозримой. Никаких подвижек в эту сторону нет. Еще, как бы, тоже вот единство еврочиновников, самых высоких, по этому вопросу, уже очень сильно диссонируют с, во-первых, заявлениями отдельных членов Евросоюза о бойкоте украинской сельхозпродукции и с теми масштабными запастовками фермеров в том самом райском саду Европы. То есть, вот на саммите, да, наверное, все будут там обнимашки, будут, значит, единая решимость. А вокруг-то все выжжено. И в Штатах выжжено. И в их райском саду тоже пепелище уже. Ну, я уж не знаю, какой-то райский сад, там вокруг Парижа чуть ли не боевые действия уже начинаются сегодня. Но я имею в виду, фермеры со всей страны французские, так сказать, движутся в сторону Парижа. А армия полицейских, как они называются у них там, ну, типа Национальная гвардия, как-то по-другому называется, я забыл. Вот, она, соответственно, строит заградительные какие-то, значит, препятствия. Ты понимаешь? То есть, вот, ну, это уже практически боевые действия. Ну, я имею в виду, фермеры там на тракторах, на комбайнах движутся в Париж. Вот, для того, чтобы выразить свое отношение к тому, ко всему этому безобразию, который, вот, допустил Макрон, как некоторые говорят, последний и самый неудачный президент Пятой Республики. Возможно, это вообще закончится тем, что Пятая Республика не станет, будет учреждена шестая. Судя по тому кризису и коллапсу управления, который сегодня во Франции имеет место быть, но явно законодательство не справляется с теми вызовами, которые стоят перед французами, перед Франциями. И все чаще в экспертной среде звучит мысль о том, что нужно учреждать шестую республику соответствующую новой конституции и новыми какими-то законами, которые будут соответствовать всем текущим вызовам. — Ну, кстати, фермеры обильно навоживают райский сад не только в Париже, во Франции, но и в Германии, там тоже масштабнейшие выступления, и все новые и новые секторы экономики в забастовку в эту втягиваются, и у Шольца, как и у Макрона, тоже положение. Вернее, даже у Макрона, наверное, постабильнее положение, чем у Шольца. На Шольца уже накинулись все, кому можно. Ну, посмотрим, да, первое число, февраль, внеочередной саммит Евросоюза. Будем следить за заявлениями по рекомендации Алексея Анатольевича. На сегодня все. Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Алексей Мартынов, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств, был с нами в этом часе. Угол зрения с Алексеем Мартыновым